В реальной истории период Второй мировой войны прошел для стран Кривского бассейна относительно спокойно, но я вам покажу другую историю. Спасибо большое за лайки, подписку и комментарии, ну а мы начинаем. Но вот эта ситуация для нас очень даже знакомая. Экономика страны не в самом лучшем состоянии, людских ресурсов ноль, так к тому же еще дивизиям, нужно еще рекрутов, которых у нас нет, поэтому необходимо сейчас нам рассчитывать опять же на фокусы. Основная ветка откроется у нас 24 декабря 36 года, это сделано, чтобы страна сильно не разгонялась. Пока что то, что нам даст толчок находится здесь, это реформы, а именно мы получим 50 политвластей и еще один слот исследований, ну а это уже 24 открывается, и вот эти вот главные два фокуса, которые должны дать нам толчок. В сумме они нам дадут 300 тысяч людских ресурсов, это не сказать, что многое, потому что это все уйдет на создание новых дивизий, да и тем более пополнить текущие надо. Второй толчок будет у нас находиться здесь, это 200 тысяч людских ресурсов, этого количества нам может будет достаточно, чтобы нормально повоевать. Фокусы на армии, флот и корабли не особо такие и блещут качеством, но здесь мы можем получить три верфи, которых кстати у нас нет, прям вот к слову совсем. А флот нужно как бы поддерживать, потому что он у нас, ну для этого региона очень даже хорош. Давайте подлодки я сейчас уведу вот сюда вот, вот. У нас два тяжелых крейсера, шесть легких крейсеров и четыре эсминца, это очень даже хорошо для именно как раз таки этого региона, для всего остального мира это ужасный флот. Там у нас будет еще выбор между большим флотом и флексовым флотом, ну то есть гибким. Это пока я не знаю, наверное будем рассчитывать на большой, хотя флексовый звучит прикольно. Если смотреть по ресурсам, то мы очень богаты хромом, посмотрите, 224 хрома, он конечно есть и у других стран, 3, 1, вот смотрите, 1, 1, 1, 1, 6, вау. Вот, и то есть я сначала думал то, что мы этим будем торговать, потом я подумал, кто же у нас это будет покупать. Страна Латинской Америки особо не использует хром, потому что это для тяжелой техники нужно, а им как бы немножко там хотя бы автоматы сделать. У Америки в начале игры вряд ли будет нужен хром, потому что Америка только ближе к 40-ому году начинает делать что-то тяжелое в нормальных количествах, чтобы им нужно было еще и закупать этот хром. В Европе никому хром нафиг не нужен, потому что Турция здесь просто бога хрома, барон хромный, так сказать. Все у нее закупают, да и тем более там и так у них, смотрите, хватает из своего хрома. Поэтому мы будем держать весь этот хром у себя, просто будет отлеживаться, вот так вот. Может там Америка чуть купит, посмотрим. Потому что у нас сейчас три фабрики, о, четыре, кто-то купил, Америка, да, да, Америка купила у нас. Видите, это инвестиция небольшая, совсем небольшая, ну хоть что-то, понимаете. Вот, и на торговле маленькие страны, если имеют много ресурсов, то им желательно выходить, потому что инвестиции мелким странам просто необходимы. Таким вот, допустим, как мы, потому что ресурсов много, мы их особо не тратим, а покупать некому, да. Давайте-ка получим как можно быстрее один слот исследований, потому что чем раньше мы начнем исследования проводить в большом количестве, тем как бы лучше. Фокусы короткие, но при этом мы все равно потом застопоримся в эти вот, в эту вот дату. Может что-то здесь тоже изучим. Так, теперь нам нужно монпауэр взять, это обязательно. И в первую очередь я планирую захватить Гаити. Но, ох, как все реально быстро, 14 дней ядрить меня за копчик, очень быстро. Обожаю такие фокусы. Вот, в первую очередь планирую захватить я Гаити. Высадочку, наверное, буду делать сюда, потому что здесь река. Хотя у нас там есть генеральщик один, который умеет через реки пускать свою армию красиво. Но вряд ли он перекроет весь дебаф, поэтому, наверное, лучше все-таки сюда. Насчет генеральщиков, давай посмотрим. У нас здесь имеется Фидель Кастро и Че Гевара. И еще мужик, он старого уровня, поэтому, прости, ты нам вообще не нужен больше. У них странно, 4-3 уровень, но все по единичке скиллы. Класс просто. В общем, Фидель Кастро, он получает плюс 15% к атаке артиллерии. И еще он неплохо орудует в холмах. Че Гевара же, он 25% к разведке получает, так же в холмах хорошо себя чувствует. И в лесах то же самое. Но при этом можно дать ему еще один навык. А это дорогого стоит, потому что с такой-то камбушкой плюс еще один добавить, это круто. Но все-таки нам нужен будет Фидель с его атакой плюс 15%, потому что она будет на всех генералов обращаться. Поэтому давайте-ка мы его повысим и сделаем фельдмаршалом. А Че Гевара у нас будет самым главным генералом. Прокачаем моему... Ого, блин, сразу же можно прокачать ему приспособленца. Это очень ебовый навык. Сразу же его нужно брать, как только видите. Он уменьшает на 50% дебафы от неблагоприятного ландшафта. Блин, возможно стоило его сделать фельдмаршалом. Но все-таки вот это плюс 15 к атаке, оно очень соблазняет. И посмотрите, у нас сейчас стоит ограниченный призыв со старта игры. То есть мы с ограниченным призывом имели ноль людских ресурсов. Это просто немножко жестко. И кстати, мы же там получили 300 тысяч. Но как я и говорил, у нас не хватает еще в наших дивизиях рекрутов. Поэтому в итоге у нас сейчас 267 тысяч всего лишь. Ну, на старте нам этого хватит. Я думаю, вполне. Потом, конечно, придется повышать. А это уже начнутся минусы. И кстати, у нас сейчас имеется свободная торговля. Поэтому большинство наших ресурсов, а именно 80%, мы продаем. Но если я закрою экономику, или там просто, допустим, опущу этот процент продаваемых ресурсов, то мы там получим стали чуть-чуть побольше. И толку-то от этого. Поэтому мы получаем больше бонусов, имея плюс 15 к производству заводов, верфей. Еще имеем плюс 15 к строительству и минус 10 к исследованиям. Поэтому свободная торговля это самый лучший для нас вариант и похожих стран. Как я уже говорил, все на продажу, то что не используем. И получаем хорошие бонусы, потому что строительство и производство это очень классно. Я повысил еще законы экономики здесь чуть-чуть. Это дало нам там две фабрики. Так, давайте-ка сделаем аж только концентрированную, либо же рассредоточенную. Ну, знаете, просто у нас остров не такой большой, чтобы тут держать всю основную промку, и нам придется строить ее на континенте. Поэтому здесь, наверное, лучше всего взять будет именно рассредоточенную. Потому что бомбить же будут все-таки самолетами, а мы самолеты. Ну, я попытаюсь там сделать хотя бы сотни истребителей, ну а толку-то от них. Нифига себе, тут кастра можно набрать всяких там умений. Я взял восстановление дивизии плюс 10%, введение резервов плюс 2% повышает шанс, что наши дивизии в бой войдут, а не будут сидеть в резерве. Можно еще взять потерю организации при передвижении, либо же 30% к защите. Но давайте возьмем потери организации, это нам точно пригодится. Также у нас сейчас растет политвласть, о, готова уже артиллерия. И скоро, кстати, уже мы сможем брать эту ветку. Там начнется самый уже экшончик. Ах да, кстати, блин, надо же получить как можно быстрее 3 верфи. Потому что, хотя, в каких-то 3 верфях может идти речь, если мы не имеем ресурсов для производства кораблей. Нас прям вообще стали не хватает. Все уходит на пехотку. Доктрина тоже изучилась. Давайте-ка еще организацию повысим нашим дивизиям. Кстати, ГАИТ, у тебя там, о, всего лишь одна дивизия. Неплохо, демократия. А вот Доминиканской республике уже 3-4, сюда делать вызову опасненькое. А сюда более-менее еще. Кстати, насчет дивизии, у нас же там есть 3 звездочки вот эти, вот они убогие. Это полицейская, считайте. Дивизия, она нам не нужна совершенно, я ее переведу вот сюда. Вот давайте-ка это сделаем. Хоба, хоба, хоба. А, все, у нас на складе все эти ресурсы были для перевода, поэтому прекрасно. Так, давайте-ка сейчас я блесну своим английским. Правительство действующего президента нации больше не может быть лидирующей силой в стране. Поэтому лидер оппозиции Батиста уволил нашего президента. Ау, что, прям вот так уж что ли? Выборы. У нас теперь новый здесь правитель. И что он имеет? А, да, класс. Защита от смены идеологии 50%. Мы сидим в демократии. Спасибо за такой классный бонус, бро. Спасибо. Ладно, так, у нас здесь появились эти самые верфи. Ну, что нам эсминцы делать, конечно. Три штучки. Давайте-ка сюда вот кинем. Прекрасно, новый правитель. Просто супер, красавчик. Ладно, давайте-ка сейчас я возьму, наверное, военного теоретика. Да, лишнего не будет. Потом... А, кстати, у нас хватает. Тут нужно взять атака плюс 10, защита плюс 10. Но лучше 12% в основании дивизии. Потому что плюс 12% это офигенный бонус. Ладно, там плюс 8, как обычно. Но плюс 12% это сразу нужно брать. Это хорошо и в атаке, и в защите. Поэтому не прогадайте, если это возьмете. Правительство Батисты получило популярность за короткое время. Средний слой населения радуется новому правительству. Но низкие классы оно не очень устраивает. И они провели несколько восстаний на острове. В некоторых частях острова. Ага, у нас сейчас поднялся нейтралитет. А вот Батистов у нас, оппозиционер, сидит. Не имется ему сесть правительство. В общем, из-за того, что повысилось недовольство в нашей стране, коммунистическая партия приобрела новых последователей. 20% у нас сейчас популярность изменяется. А фашизм там что-то 3%, что-то как-то фиговенько там. Себя оно чувствует в нашей стране. Педро Сан-Фаана. Скоро ты у нас исчезнешь. Вместе со своей партией. Так, сейчас я хочу выйти к Гаити. Я прям накаркал. Благодаря социалистическому и либеральному движению, действующий сенат принял решение запретить все формы фашизма в нашей стране. Ау, минус 10%. Так там вообще как бы 3% всего было. Вот и все. Теперь у нас в стране только 3 действующие партии. Это нейтралы, оппозиция, коммунисты и демократы. И, кстати, демократы сдали немного свои позиции. Поднялись. Оппозиционные партии неплохо так. А, и еще что я хочу здесь взять? Можно взять, конечно, лошадку, которая будет повышать нам политвласть. Но у нас она и так хорошо растет. Серьезно. Поэтому, я думаю, взять стоит нам... Что нам стоит взять? Скоро строительство военных заводов и верфей. О, это нам надо точно. Так, совсем скоро будет ивент, связанный с Гаити. Аннексия Гаити. Пару дней назад правительство Гаити получило сообщение от президента Кубы. Сдавайтесь или умрите. Оу, они приняли. Ну, понятное дело, у них там всего лишь одна дивизия. Мы могли бы, наверное, не париться, сразу прыгнуть в столицу, и они бы сдались. Так что это вообще не проблема. Далее, что у нас там идет? Давайте посмотрим. Коста-Рика. Это что, выход на континент сразу же? Либо же нам стоит... О, 5%. О, кстати, эти фокусы милитаризации молодежи, 5% милитаризма, это обычные фокусы с фашистской ветки. Поленились чуть-чуть разорвать. Ладно. Давайте-ка выйдем лучше к Доминикане пока что, потом уже будем прыгать на континент. Эти три дивизии возвращаются сюда, и перекидываю эту тринадцатку вот сюда. Пора, наверное, делать уже новые дивизии. Кстати, когда мы изучим увеличение ресурсов от этого третьего уровня, мы сможем там взять... Что мы там можем взять? О, шестерка старая у нас появится. Просто прекрасно. Ну что, Доминикана? Ты следующая, давай. А что мы там можем еще-то взять? Так, о, плюс 10 атака, плюс 15 защиты пехотной дивизии. Восстановление плюс 8%. Там уже, конечно, есть 12 у нас. А плюс 20, это вообще круто, на самом деле. Конечно, на таких территориях дивизии долго очень восстанавливаются, и это неплохой компромисс. Команда, это фиг... О, вот еще потеря от истощения минус 8%. Тоже очень полезная штука в таких вот джунглях. Давайте возьмем вот это. Атака и защита пехотной дивизии. Потому что здесь вот... Мы эти страны Латинской Америки покусаем очень быстро, а если уйдем южнее, допустим, та же Колумбия, и здесь встречается такой вид ландшафта, вот самый что ни на есть ужас, по джунглям через реку в гору. Это просто смерть для любой дивизии. Вот, и поэтому здесь воевать не очень легко в Южной Америке, поэтому я этот континент не очень сильно люблю. Там Азия курит, наверное, на сторонке просто. У нас сейчас начали потихонечку расселить ские ресурсы. Благодаря этому нас духу я сразу же начал делать еще 7 новых дивизий, которые засуну в эту армию. Ну что, там сейчас совсем еще немного осталось, и мы кидаем вызов Доминикане. А ладно, и Доминикана тоже сдается. Нет, Доминикана могла нам выразить как бы там немного сопротивления, но все же она выбрала не сопротивляться. Окей, понятненько. Ладно, давайте 3 дивизии мы сейчас уберем отсюда, чтобы было возможно сделать высадку. И я сразу же ее прорисую, прорисую в Коста-Рику. Коста-Рика, ну что, а ты уйди там как-то подив... А, ха-ха-ха. Ноль дивизий. Понятно. Ну, с Коста-Рикой там у нас будет именно повод для войны. Все, больше таких бросаем вызов не будет. Все остальное, это у нас уже именно повод для войны. А значит, воевать 100% нам придется. Ну, с Коста-Рикой там, конечно, такая себе война будет, сами понимаете. Ну что, великое сражение. Поехали. А, во, все. Так, что, очков не хватает, что ли, серьезно? Вот и все. Получила Кубу выход к континенту. И, кстати, к Южной Америке нам выйти будет мешать Америка. Вот, ну хотя здесь можно вполне, наверное, сделать высадку и не париться. Допустим, Венесуэла какую-нибудь. Хотя не, Венесуэла здесь самая жесткая. Даже Бразилия не такая четкая. Ну, фашизм, как-никак. А в Колумбии, в принципе, можно сделать высадку. Здесь ландшафт еще такой на берегу более-менее. И, короче, сейчас что мы делаем? Я готовлюсь к войне против Никарагуа. Там странное такое сочетание фокусов. Чтобы напасть на Никарагуа, нужно сначала получить фокус у войны на Гондурас. А Гондурас находится за Никарагуа. Это что, типа, специально хотят, чтобы мы делали высадку? Не, я лишний раз высадки делать не буду. Я их боюсь вообще. Так, ну что, тогда эти дивизии мы кидаем вот сюда. Вот троечку поплыли. И вот семерка уже готова. Так, только там, блин, мне кажется, будет истощение люто идти. Да, слушайте, там будет истощение. Ну, давай тогда я построю здесь морские базы. И, может, еще вот так чуть-чуть. О, получим второй хром, ребят. О как. Так, ну я тогда сейчас сразу же беру минус 8% к истощению. Это нам точно пригодится. Я прав. Ой, вы там умираете прям. Нужно же быстро воевать с Никарагуа и отвезти наши дивизии. А то это ужас какой-то. 15 из 12. Мексика либо Гватемала? Конечно, Гватемала. Потому что куда там на Мексику это прыгать еще? Давай-ка, вот так вот мы поступим. Конечно, тогда пораньше начертить, чтобы план они уже заранее приготовили. Ну, при... Ого, господи, что с твоей дивизии? Что ты такая долбанутая? Все, успокоилась. А что это такое? Можно получить страйк с венстабильность. Ну, тут мы теряем политвласть, которая у нас, кстати, вполне недостатка. Я посмотрю, что это такое. А, ничего не произошло. Ну, ладно, буду знать. Короче, заканчиваем. Все, готово. Хоп-хоп, все. Что по истощению? Блин, все равно истощаемся. Ладненько, давайте-ка идите сюда. Теперь у нас на очереди идет Гондурас. Ну, в общем, что я сейчас сделал, я расскажу, потому что у меня сломался фрагмент в 3 минуты записи. Да, за это время я захватил Гондурас и Гватемалу. Это было очень быстро, просто столицу взяли и все. Вот, короче, война с Мексикой у нас скоро будет. Я что сделал? Я начал готовить 10 новых дивизий, но появилась проблемка, у нас не хватило саппорта Квэпент. Там было минус 600. Поэтому я закупил сталь и алюминий, у нас сейчас фабрик 4 штучки всего лишь осталось, но зато скоро будут готовы дивизии. И что я ими сделаю? Я ими сделаю высадочку вот сюда вот. Зато быстро мы выйдем к столице и перережем, так сказать, сердце Мексики. И тут мы не будем много терять, потому что здесь горы, холмы, джунгли. Вот такая вот реказия, чтобы встать за ней на глухую оборону и отдыхать. Поэтому меньше потерь будет, если мы просто-напросто сделаем высадку. И они будут вынуждены отводить туда дивизии. Так, а горники идите сюда, пожалуйста. Что вы там стоите в жунглях? Не понял. Скоро оно все будет дело готово у нас, и я сделаю высадочку. Также я позже выйду, наверное, вот сюда вот, и получу еще две мастерские гражданские. Потому что у нас нет ресурсов совершенно, и поэтому приходится закупать их, отдавая свои гражданские фабрики. Ну вот я, видите, поэтому я их и строю. Кстати, вот разведку нам бы поставить в дивизии вообще стоит. Но у нас не с чем это доставить. Хотя сейчас накопиться я поставлю. Потому что разведка, она очень сильно нужна. Она помогает и передвигаться неплохо дивизиям, и еще помогает генералам выбрать нормальную тактику боя. Так, что мы сейчас еще возьмем? Возьму я... Во, у основной лент дивизии теперь у нас уже 20%. Так, ну сейчас давайте-ка выйдем вот сюда, вот получим еще бонус к исследованиям промышленности. И новые дивизии готовы. Прекрасно. Вас поведет у нас уже вот этот вот Камила. У него есть бонусы к реке, и еще и минус 50% к снабжению. И это хороший чувак, он как раз-таки, знаете, число для высадочек таких. Конечно, бонусов на высадку нет, но это тоже неплохие. Так, кстати, а я не посмотрел. Может быть мы сразу в порт ударим? Они же, вероятно, все свои дивизии перебросили именно к нам на границу. Давайте подлодки подведу, посмотрим. Так, здесь никого нет. Просто прекрасно. Я их, кстати, оставлю здесь, мало ли что. А вот этому флоту я что сделаю? Прикажу охранять конвой здесь. Так, и они будут готовы через 70 дней. Именно через это время мы объявим войну Мексико. Ах ты падла! А, не, он проходит просто. Все, 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 без вопросов, проходи, проходи, все нормально. Он делает просто новые дивизии, ребят. 18-24 дивизии у него. Смотрите, куда я далеко убежал уже под эктрином. 39-й год, уже на дворе как бы все еще первая серия. О, как. Конечно, это нам не особо надо, техники-то у нас нет, но дальше бонусов там. Да и разведка нас пока еще нет. Ну, пока дойдем, я и поставлю. Ну, посмотрите. Ай, опушка-то сделал свой альянс, неплохо так справляется с Китаем. Скоро он уже падет. Рэх, тем временем, пока вот только вот готовится уже нападать, пакт Молдова-Риббентропа. Совсем скоро здесь начнется заварушка, и нам нужно будет как-то влиять на нее. Либо же наоборот. Хотя, возможно, и то, и другое. Поэтому посмотрим, какой мы путь выберем здесь вот. От этого будет зависеть наша судьба в дальнейшем. Ну что ж, тогда давайте-ка мы уже сделаем высадочку в следующей серии. Пусть она пока подготовится. Мы в этой серии очень много успели чего сделать. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, скачивайте моды из нашей группы ВКонтакте. Пишите там свои вопросы на стене, или просто делитесь интересными моментами. Сидите в нашем дискорд-сервере по ссылке в описании. Там мы просто общаемся голосом в чате и играем в мультиплеерные игрушечки. В хойки и во всякие другие. На все это дело ссылочка есть в описании. Спасибо всем большое за просмотр. До встречи.